Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова с вами в празднике Суккот. Суккот – это время сбора урожая. Это время результата. Сбор урожая – это, кроме всего, и духовное явление. Мы только что пережили напряженнейший период. Период самоанализа, период шувы, возвращения к Богу. Период молитвы, продолжавшейся в течение месяца Иллу, праздников Рошашана. Это день Суда, Йом-Кипур, день искупления. В это время мы трудились на небе духовного роста. Суккот же мы пожинаем воодушевлением, радостью, близостью к Богу. Период вот этот новый совсем для нас. Раф Шлома Вольбе в книге «Алей Шур» написал интересную вещь, что источник радости праздника Суккот – это искупление Йом-Кипура. Если бы не было уверенности или хотя бы твердой надежды на исправление в Йом-Кипур, это было бы настолько сложно, что мы не могли бы радоваться в Сукке. Суккот и Шмини Ацерет – это два праздника «Время нашей радости». А так описываются они в праздничных молитвах. Это радость, которая возникает от близости к Всевышнему. После чего? Именно после дней суда, после искупления. Ведь сказанное в Ишаягу, лишь ваши грехи встают преградой между вами и вашим Богом. Мы подразумеваем, что у нас нет сегодня преграды между нами и Богом, потому что мы их либо списали, или Бог нам их простил. Мы сегодня как ангелы, мы чистые. И вот написано, что грехи отделяют человека от Всевышнего, но посредством искупления эта преграда снимается, и мы приближаемся к Богу. Иногда она снимается посредством молитвы, иногда посредством страданий, иногда ищут. Поэтому, когда с нами что-то происходит, мы тоже должны это учитывать. А вот сейчас, сейчас это время близости к Всевышнему и приводит к тому, что наступает время нашей радости. Близость к Всевышнему достигается посредством раскаяния от Шувы в Роша Шанай, в Ёмки Пуры. Дает нам возможность переселиться, если так можно сказать, в Дом Бога, в Суку. Потому что Сука, она абсолютно волшебная, она абсолютно божественная. И чтобы попасть сюда, нам надо было пройти вот это вот чистилище этих дней. Подумайте об этом. Очень много рассказывается о всяких проклятиях, мы читаем главы. А вот глава, которая, Зебраха, которая дает большое брахо, ей уделяется мало внимания, мы заканчиваем Сукот, и раз, и включаемся в Брешит. Почему? Ну, потому что самая важная это работа. И тем не менее, эта глава потрясающая. Комментаторы особенно выделяют эту главу. Это неудивительно, ведь она содержит предсказания судьбы всего. В этой главе одинаково важные начало, середина и конец. Она начинается с первой фразы, потрясающе какое. И вот благословение. После того, как в предыдущих недельных главах нам предлагался выбор. Или исполнять его волю, исполнять законы Торы. И, соответственно, жить или нарушать их. И, так сказать, навлечь на себя духовную гибель. После многочисленных предупреждений о последствиях наших поступков, мы читаем, наконец, что? Благословение. Текст Торы завершается благословением. А это означает что? Это означает великую вещь. Что, в конце концов, Творец мира благословит нас, независимо от того, что нам пришлось претерпеть в пути или натворить в пути. Это обещание, что в конце пути нас ждет милосердие Всевышнего. Это потрясающая глава надежды. Торы – это книга закона. Но одновременно Торы – это книга о любви Всевышнего к нам. Торы – она бесконечна. Комментаторы говорят, что, подчеркивая непрерывность циклов ее, которые мы читаем, обращают наше внимание на то, что последняя ее глава, которая в «Эзоте Браха», заканчивается буквой «Ламет». А начинается буквой какой? Бриши. Б. Вместе эти буквы составляют какое слово? Лев. Что в переводе на русский язык означает сердце. А сердце, как известно, символ любви. Поэтому в этой главе Бог доказывает, показывает нам, наконец, что Он нас любит, что Он нас простит в конце времен. И что все закончится хорошо. Когда Всевышний хочет править миром одной любовью, Он пользуется властью, которая не подчиняется законам. И не зависит от поступков, созданных. Сказано, ради себя я сделаю это пророку Ишаягу. Сейчас, когда мир в тупике, для нас совершенно понятно, что это как раз и есть единственный выход. Если Бог решит вмешаться. А сказано, что Машех придет или тогда, когда будет все или очень хорошо, или когда все будет очень плохо. Сейчас похоже на то, что лучше, чтобы Богу вмешаться открыто. Пора спасать этот мир, пора чинить его. Знаете, одну пожилую пару, которая справляла 50-летие свадьбы, спросили, как вам удалось так долго прожить вместе. Были, наверное, и непонимания, и ссоры. Иногда был брак на грани развала. И ответил им старик. Просто в наше время сломанные вещи чинили, а не выбрасывали. Вот примерно то, что с нами происходит. Мы надеемся, что Он нас починит. Есть еще одна притча о любви, знаете, в чем разница между нравится и люблю? Это когда вам нравится цветок, вы его срываете. Но если вы любите цветок, вы его ежедневно поливаете. И так надо верить и укрепляться в вере. Есть великое правило. Вера влечет за собой помощь и спасение, которые ей же самою определяются. То, во что верит, притягивается этой верой. Давайте верить, и все будет хорошо. Брахавы от слахам.